Рим покорил полмира своими дорогами. Посмотрим на дороги в Белоусовке, что находится в 14 километрах от Усть-Каменогорска. Начнем с улицы Центральная. Это действительно Центральная улица, не только по названию. На этой улице располагается школа номер один, Акимат, полицейский участок, отделение КАЗ Почты. Как видим, дороги здесь в плачевном состоянии, о покорении половины мира и речи быть не может. Хочу еще заметить, что это улица, по которой в учебный период школьники каждый день ходят в школу и со школы домой, но тут нет даже намека на безопасный тротуар. А это уже улица Садовая. На этой улице располагается детский сад. Она пересекает центральную улицу. Качество покрытия дороги оставляет желать лучшего. И опять же видим, что нет никаких тротуаров. А вот улица Гвардейская. Улица тянется от магазина Мечта, мимо мемориала воинам, павшим в Великую Отечественную войну, и соединяется с улицей Центральной. Покрытие перерыто и просто засыпано без ремонта и восстановления. А вот перекресток улицы Центральной и улицу Рудной. Замечательный перекресток. А это уже сама улица Рудная. В этой части улицы когда-то был асфальт. Дальше в сторону улицы фабричный асфальт есть, но большой участок примыкающих Центральной улицы лишился своего покрытия. Перекресток улицы Рудная и Фабричная. И опять видим последствия перекопки дороги без восстановления разрушенного покрытия. А это наша главная транспортная артерия. Самый главный маршрут, который связывает весь Белоусовку с его центром. Утром и вечером здесь идет основной трафик жителей, которые работают в городе. По этой же дороге каждый день идет основная доставка еды в магазины. По этому маршруту пешком ходят студенты в местный колледж. И опять нет даже намеков на тротуары. И это только несколько улиц, которые имеют асфальтовое дорожное покрытие. Но есть огромное множество дорог, которые никогда не видели асфальта. Лермонтово, Советская, Крайняя, Степная и так далее. Весенний период и после сильных дождей по этим улицам возможно передвигаться исключительно в резиновых сапогах. И на весь поселок есть только одна улица, где есть нормальный тротуар. Это улица Жуково. На остальных улицах пешеходы вынуждены ходить по проезжей части. Продолжение следует...